Сегодня в международной программе «Середина земли» мы расскажем, как празднуют День охотника и оленеводов Тунгира в Алёкминском районе Забайкальского края. Пять золотых медалей. Молодые профессионалы Бурятии достойно представили республику на национальном чемпионате WorldSkills. Смотрите в «Середине земли». Эфир телеканала «АЭС» продолжает международный информационный выпуск «Середина земли». С новостями Забайкальского края вас познакомят корреспонденты из Читы. В студии Юлия Тимошенко. Здравствуйте. Удобное расположение гаража на детской площадке. В нашу телекомпанию обратились жители 37-го дома 1-го микрорайона Читы, где уже в течение нескольких лет автовладельцы незаконно устанавливают металлические гаражи прямо на детской площадке. Ракушек уже накопилось более 10. И, скорее всего, местные автолюбители на этом не остановятся. В проблеме разбиралась Вера Асадулина. Проблема незаконно установленных гаражей в первом микрорайоне стоит остро, несмотря на наличие поблизости гаражного кооператива. Жителям соседних домов за недовольство от ракушек во дворе выбили окна. Поэтому многие из них сегодня к нашей съемочной группе не вышли. Боятся. А Татьяна не хочет показывать свое лицо. На этой плеточке, где сейчас стоят гаражи, здесь ребятишки рисовали, клеточки скакали, на скакалке скакали. И, значит, на этой играли, бегали здесь. А сейчас им остается только бегать по крышам. Стояли скамеечки, отдыхали. И люди, и ребятишки тоже сидели на этих скамейках. И вот, получается, один поставил гараж первый. И, как он все говорил, я депутат, вы хоть куда обращайтесь? Под последний гараж место стали расчищать заблаговременно. Постепенно разломали и скамейки, и песочницу для малышей. Когда в феврале сюда привезли очередную ракушку, возмущенный житель просто лег на место, куда ее хотели поставить. Сказал, это для детей. Тогда родители подрастающего поколения искренне восхитились такой самоотверженностью. Но ненадолго. Через несколько дней он сам привез и установил здесь гараж. Не за детей у него душа болела, а за площадку под свой транспорт. С двух сторон металлические коробки подпирают пока еще уцелевшие лавочки и качели. Хотя уже детская площадка сократилась примерно на треть. Жители очень просят руководства города обратить внимание на эту проблему, пока здесь еще хоть что-то осталось. Местные жители регулярно видят здесь молодых людей, которые в вечернее время раскачивают вот эту металлическую горку. Судя по всему, кто-то готовит себе еще одно место для очередного гаража. Вера Садулина, Сергей Рычков, середина земли, Забайкальский край. Долгая северная зима понемногу сдает свои права. На месяц позже встречают весну в Тунгира-Алекминском районе. Вместе с долгожданным теплом к концу марта, начало апреля из тайги домой возвращаются охотники. А кочевники-оленеводы готовят свои стада к смене пастбищ. По традиции в это время в тупике готовят большой праздник – День охотника и оленевода. Репортаж Анны Хвостовой. По сложившейся традиции, на берегу реки Тунгир субботним утром принимали гостей. Национальный венкийский колорит и быт охотников-промысловиков нашли свое отражение в ярмарке народных промыслов. В стилизованных под северные чумы палатках и торговых рядах гости праздника имели возможность поближе познакомиться с культурой малого северного народа и приобрести необычные и полезные в быту сувениры. Как оказалось, некоторые из них способны не только украсить интерьер, но и, по поверьям, изменить жизнь своего владельца к лучшему. Вот этот непосредственно орнамент обозначает на медведя, который наше является прародителем эвенка. Вот так вот легенды, мифы и считаются. Вот верьте, нет, они влияют, чтобы поменять положительную сторону. То есть не сиюминутно, она должна просто висеть. Мы обряды проводим непосредственно, очищение, которое всегда. И обряды удачи, обряды поклонения нашим родовым духам. Праздник весны и традиций продолжился концертом. С песнями и танцами зрители познакомили артисты Центров сохранения культуры малых народов севера. Ансамбль «Дындыктл» приехал сюда из Тунгокочинского района. В своих выступлениях танцоры используют мотивы эвенкийского быта и без слов рассказывают о жизни северян. Мы представляем эвенкийскую программу. Один из наших сценических инструментов, можно так сказать, как бы вот эта веревка. По-другому, по эвенкийскому, она называется маут. То есть оленеводы, они вот маутом ловили оленей. Как бы кидали маут, аркан, и ловили их. И как бы мы сегодня продемонстрируем танец оленят, и как бы я в нем буду оленеводом. День оленевода и охотника – пора подведения итогов. А еще то недолгое время, когда труженика тайги и тундры можно застать дома. Поэтому ни один праздник не обходится без награждения самых результативных охотников, оленеводов и работников, жизненно важных для севера сфер. Около 300 человек – это лица коренной национальности. Мы, конечно, в первую очередь поддерживаем коренных маут, и участие их в экономической жизни района также немаловажно. Они работают и находятся на охотопромысле, и врачами работают, и учителями. То есть идет жизнь дальше, и плюс, естественно, участие в культурной жизни. У нас имеются творческие коллективы, которые предоставляют искусство, национальное искусство и венка. Впервые День оленевода в тупике прошел в 1956 году. С тех пор этот праздник отмечается ежегодно. И вот теперь состоялся в юбилейный 60-й раз. День охотника, слава труду, разные названия были. Мы сохраняем все эти исторически сложившиеся виды соревнований, ну и, естественно, добавляем какие-то новые. В прошлом Тунгиралёкминский район славился богатыми оленеводческими хозяйствами. Правда, в 90-е годы они пришли в упадок и практически исчезли. Но в последнее время это направление традиционного животноводства восстанавливается. Сколько у вас оленей? Ну, где-то около двух тысяч будет, честно. Хочу оленей развести туда. Олени только держать. Мне не надо там охота всякая. Вот олени только. Подпиши оленей вот эти. Увеличивается же у меня количество там. Мне все равно надо оленей. Место. Кочуем мы сюда, сюда, все равно. Но зад, перед. Весенний праздник на берегу Тунгира – мероприятие не только культурное, но и спортивное. И оно, конечно же, тоже наполнено северным колоритом. Соревновательный дух и волю к победе здесь проверяют в гонках на снегоходах и скачках на оленях упряжках. Интерес к северу рождает и предложение. И уже летом живописный берег Тунгира вновь встретит гостей на очередном национальном празднике – Дне аборигена. Анна Хвостова, Середина земли, Забайкальский край. Вы смотрите программу «Середина земли». Это были новости Забайкальского края. К нам присоединились коллеги из Бурятии. Здравствуйте. Расскажите, что интересного произошло у вас. Здравствуйте. На связи Бурятия. В студии работаю я, Мария Латышева. Мы готовы делиться только самыми интересными новостями. На Байкале проходят съемки для уникального проекта – совместной группы американских и российских создателей учебных фильмов. Команда намерена набрать изобразительный материал для создания серии трехмерных эпизодов виртуальной образовательной программы. Это видео, снабженное пояснительным текстом, предназначено для того, чтобы по сети интернет ими могли воспользоваться все студенты в мире. А сейчас о других заметных новостях. В Бурятии раньше обычного активизировались клещи. С жалобами на укусы уже обратились два человека. Статистика становится все печальнее, учитывая, что в прошлом году на этот период обращений от горожан не было. Специалисты бьют тревогу и вновь говорят о вакцинации. Прививки теперь готовы ставить в любое время года. Сергей Шаров с деталями. Тысячи укушенных и десятки заболевших. Таковы прошлогодние итоги деятельности клещей. По словам медика, с начала этого года зафиксировано два случая укусов опасных насекомых. Все попавшие в больницу, как правило, не имеют прививок. По истечении двух-трех недель от момента укуса клеща у человека начинается высокая температура тела, которая может быть 38, 39, 40 градусов. Также появляются симптомы интоксикации, так называемые, слабость, утомляемость, снижение аппетита, выраженные головные боли. При развитии так называемой менингиальной формы, то есть когда развивается менингид, у больного головные боли очень выражены и появляется частая рвота. Когда появляются симптомы вроде высокой температуры, боли в суставах или сердце, поставить правильный диагноз уже очень сложно. Вылечить без последствий для здоровья практически невозможно. Единственным верным способом защитить себя от инфекции, который переносит клещи, остается прививка. Специалисты готовы ставить вакцины круглый год, а тем, кто не начал осенью, предлагают сокращенную схему вакцинации. Если человек совсем не привит против данной инфекции, то ему следует привиться, пройти вакцинацию, которая состоит из двух прививок и с интервалом один месяц. И самое необходимое условие, чтобы последняя, вторая прививка завершилась за две недели до выхода в лес. На следующий год ему будет проведена ревакцинация, которая состоит из одной прививки. С наступлением тепла парки и детские лагеря обрабатывают специальным раствором, убивающим клещей. Однако стопроцентной гарантии это не дает. Чтобы обезопасить себя от поражения клещом на открытом воздухе, нужно соблюдать следующие правила. Не допускать открытых участков тела, то есть иметь плотную одежду, постараться иметь однотипную одежду, также иметь на всех возможных участках проникновение клещей, то есть запястья, где-то к штанины, быть и должны быть заправлены. Сейчас, когда опасные членостоногие оживают, нужно защищаться всеми способами и не забывать о профилактике. Пользоваться репеллентами, проводить самые взаимосмотры и без иронии помнить современную народную мудрость. Клещей бояться, в лес не ходить. Ярмарка для мигрантов прошла в Улан-Удэ. Необходимость ее проведения назрела в связи с тем, что за прошлый год по программе переселения соотечественников в Бурятию переехали 270 человек. Помимо них в республику перебираются и трудовые мигранты. А ведь переселенцы пользуются государственной поддержкой, имеют льготы и компенсации, о которых и можно было узнать на ярмарке. Юлия Пермякова обо всем по порядку. Ежегодно в Улан-Удэ приезжает порядка 6 тысяч мигрантов. В основном все они гости из ближнего зарубежья. Чтобы помочь людям адаптироваться в чужой стране, администрация города проводит специальные ярмарки. Будем рассказывать о порядке, условиях работы в городе Улан-Удэ. Оказывать правую помощь мигрантам и приехавшим в наш город работать и жить. Задача проконсультировать, узнать, какие вопросы их волнуют, какая правая помощь нужна. Правовую помощь можно было получить, изучив предоставленное пособие. Кроме того, у участников ярмарки была возможность абсолютно бесплатно пройти медицинское обследование. Но все же главное, что интересовало гостей из ближнего зарубежья, это вопросы, связанные с регистрацией и оформлением гражданства. С Киргизи я приехал два месяца назад, с семьей. И здесь родился недавно дочка, месяц назад уже. Хочу открыть здесь рынок, свое место, чтобы был. Я обратился и получил уже информацию. Первый вопрос, конечно, встать в учет о прописках, патент получить, потом видно жительство. Вот самая главная проблема у узбекстанцев сейчас, вот патент. Очень дорого стал сейчас. В Бурятии работает программа по переселению соотечественников. Ее участники имеют право на получение гражданства в упрощенном порядке. Здесь как бы не требуется уже сдача экзаменов на знание русского языка и срок рассмотрения данного заявления – три месяца. Ярмарка для мигрантов проводится уже второй год. Ее актуальность подтверждают цифры. Только за два часа пришли и получили необходимую консультацию более 50 человек. Юлия Пермякова, Сергей Петров. Середина земли. Пять медалей привезли профессионалы Бурятии. 27 марта в Красноярске завершился полуфинал национального чемпионата WorldSkills Russia. Так в чем же соревновались молодые люди и как доставалась победа? Узнаете прямо сейчас. Соревнования проходили среди команд со всех регионов Сибири. В чемпионате приняли участие 184 конкурсанта – студенты и выпускники профессиональных образовательных учреждений. Сферы деятельности были разнообразными. Парикмахерское и кондитерское искусство, поварское дело, ресторанный сервис, сварочные работы и многое другое. Конкуренция была серьезная. На площадке встретились очень сильные участники. Мы шли, притык друг к другу. И до самого конца мы просто не знали, кто же будет первый, потому что предполагать вообще никак не приходилось. Хочу поблагодарить мою команду, которая меня готовила. Просто это золото, которое сейчас меняют, понимаем, что это просто сборная. От республики Бурятия выступали 11 человек. В итоге наша сборная привезла три золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали, заняв третье общекомандное место. Оказывается, у нас и не самая маленькая, но и не самая многочисленная делегация была. Красноярский край только представлял 46 человек. Если сравнить, наверное, КПД, количество участников на количестве медалей, то мы на самом деле на первом месте. Я здесь честно вам скажу, потому что это дорогого стоит, малым числом, но взять большее количество медалей, почти половина, получается, участников заняли призовые места. Студенты, завоевавшие золотые медали, войдут в сборную Сибирского федерального округа для участия уже в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» в мае этого года в Московской области. Шанхайским жителям удалось уберечь от сноса двухэтажный дом с помощью портретов председателя КНР Си Цзиньпина. Незаконно возведенное строение подлежало ликвидации, но предприимчивые жильцы наглухо заклеили его постерами с изображением китайского лидера. Правда, подобная уловка помогла спасти дом от бульдозеров лишь на некоторое время. Портреты уже планомерно снимаются. На связи с нами Пекин. Коллеги, приветствуем вас. О чем вы еще готовы рассказать? Здравствуйте. Конечно, о самых заметных и интересных событиях, связанных с Китаем. Два анимационных персонажа стали символами растущего сотрудничества между Китаем и Чехией. Специально к визиту Си Цзиньпина мультипликаторы двух стран выпустили серию под названием «Панда» и «Маленький крот». «Маленький крот» уже не первое десятилетие является символом Чехии, а Китай принято ассоциировать с пандой. Теперь эти животные подружились на экране в анимационной эпопее длиной в 52 серии. «Мультфильм точно станет популярным, потому что взрослому он очень хорошо знаком. Но мы рассчитываем, что и детям он понравится. Мы хотим показывать этот мультфильм на главном телеканале страны». «Маленький крот» впервые появился на китайском телевидении в 80-е годы и сразу же завоевал множество поклонников. Многие зрители того времени до сих пор помнят любимого персонажа. «Я родился в 80-е и помню, что в детстве было не так уж много мультфильмов. Когда бы не показывали маленького крота, все дети сбегали смотреть. Это было очень весело». Полюбившийся детям разных стран мультяшный герой родился в Чехии после того, как иллюстратор Сденек Миллер споткнулся о кротовью яму. Художник рисовал приключения крота-непоседа на протяжении 45 лет. Новая мультипликационная серия покажет путешествие крота в Китай. В отличие от оригинала, в современной версии появятся диалоги. «Больше двух лет мы транслировали телепродукцию из Китая, особенно документальные фильмы и детские программы. Они пользовались большой популярностью. Если два мультяшных персонажа помогут развитию отношений между странами и народами, мы будем очень довольны». Продолжительность одной серии – 12 минут. У меня на этом все. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин